Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу свои очередные покупки, которые я сделала в Faberlic. Здесь будет очень много чего интересненького, в том числе новинки, эти товары, которые у нас давно в каталоге, и только сейчас я на них обратила внимание, хотя они реально стоят, ну, достойны того, чтобы о них говорили и о них рассказывали. И причем я видела в них необходимость, но, тем не менее, не покупала. Давайте, наверное, с этого и начнем, тем более они у меня в коробке лежат самые первыми. Я их протестировала, вообще, не знаю, чисто случайно как-то вот сложились так обстоятельства. Я как-то зашла на сайт, почитала отзывы, на официальном сайте есть отзывы на каждый товар в Faberlic. И отмечали, что кисти настолько крутого качества, что их даже покупают профессионалы, несмотря на их стоимость. А кисти начинается, стоимость их от 129 рублей, и если со скидкой их брать, то они получаются вообще около 100 рублей. То есть кисточка, вот, например, для нанесения теней, она стоит всего лишь 100 рублей. Можете себе представить. По-моему, растушевочная кисточка стоит 100 рублей. Единственная вот кисточка для пудры, для румян, по-моему, 249, для пудры 299. И вот эта вот кисточка для нанесения тонального крема стоит 299 рублей. Со скидками это еще будет дешевле. Чтобы скидку оформить, я вам оставлю ссылочку внизу. Вы можете найти либо в комментариях, либо в инфобоксе к этому видео. Переходите, заполняйте форму. Причем распространить продукцию не обязательно. У вас просто будет скидка 20% на всю продукцию. И заказывайте, как в обычном интернет-магазине. То есть выбирайте пункт удобный для получения. Я вам рекомендую выбрать пункты выдачи. Потому что если вы выберете постаматы, то если у вас какая-то претензия будет по продукции, по браку, либо, допустим, вы заказывали будете одежду, то возвращать через постаматы вы будете только, или даже не через постаматы, это возвращение через почту, и за пересылку вы будете платить. Поэтому легче обслуживаться на пунктах выдачи. Обязательно смотрите, чтобы именно пункт выдачи был в вашем городе. Но уж за неимением пункта выдачи в селу, естественно, придется вам делать заказ через почтовое отделение. Но если таковое имеется, то лучше сделать через пункт выдачи в вашем городе. Вот. И дополнительно эти кисточки идут вот в таких чехольчиках. Каждая кисточка. Но я не буду их возить так. Хотя, может быть, просто для перевозки удобные они. Используется здесь дерево, потом алюминий и синтетическое волокно в каждой кисточке. То есть, они синтетические, не натуральные, а синтетические. И, как сказали, пудру, по-моему, нужно наносить натуральными кистями. Мы недавно организовывали в своих офисах мастер-класс по визажу, по макияжу. Остались вообще в полнейшем диком восторге. Я поняла, что я не умею краситься, несмотря на мой богатый опыт, скажем так. Но я делаю какие-то односложные макияжи, которые уже привыкла делать. Что-то такое интересненькое изобразить. Очень мне сложно. Очень много узнала, несмотря, опять же, на то, что я давно в этой сфере кружусь. Косметическое, по сути, много что знаю. Блогеров других в свое время смотрела с макияжами. И поняла, что я не знаю вообще ничего. Когда я ее послушала. Была такая классная подача информации. Кстати, у нас будет материал. У меня лично будет материал. Но займусь я им только через три недели. Потому что здесь слабый интернет. А материала там на целых четыре часа. Причем там есть теоретическая часть, которая связана с подготовкой лица к декоративке. Это обязательно очищение, пилинг лица. И на настолько интересно все. Что Аня рассказывает. Это Аня Горчева. Мы нанимали визажиста. Причем она это все рассказывала на базе именно нашей продукции Фаберлик. Что немаловажно. А потом мы разбирали теоретическую часть в макияже. И потом уже практическая часть у нас была на модели. Показывали макияж с макияж. К подходящей ее типу лица. И ее цветовой гамме. Ее цветовой гамме. И этот материал у нас будет. У нас время говорю. У меня будет недели, наверное, через четыре. Может быть чуть побольше. И если вы хотите, ссылочку я могу вам также давать. Но материал будет платный. Ну, мы сами за него деньги платили. И, соответственно, на монтаж я очень много времени потрачу. Там будут какие-то чисто символические деньги. Может быть 200-300 рублей. Я посмотрю сначала, какой объем там будет. Сколько я на это потрачу времени. И можно будет взять. И что интересно, что круто именно. Что выполнено на базе косметики Фаберлик. То есть не просто какие-то гипотетические средства. Makeup Forever, какие-то дорогие. А именно наши взятые средства. Это немаловажно. Вот. И я почему говорю. Плюс так сложились обстоятельства, что вот я и про эти кисти прочитала. И мы еще наняли визажиста. И я после этого захотела. Ну, я заказала уже до этого, до визажиста. Но я прям вот реально захотела себе хорошей кисти. Хорошей натуральной кисти. У меня как-то до этого были. Не натуральная, а профессиональная. У меня до этого были кисточки. Но как-то они, ну, не особо, если честно, не то чтобы не особо нравились. Просто из набора, пять штук, которые я покупала, я частью пользуюсь. Например, там кисточка для бровей хорошая. Частью я вообще не пользуюсь. Вот. И я была приятно удивлена качеством вот этих кистей. И у меня не с чем сравнить. Но учитывая отзывы других консультантов, которые уже заказывали, пользовались этими кистями. Причем среди них были профессиональные визажисты. Отмечают, что они не стоят своих денег. Наоборот, на них должна быть более высокая цена. Потому что качество дорогих кистей. Вот такая вот кисточка. Сегодня, видите, я делала макияж с помощью вот этой кисти. И когда я побывала у визажиста, я поняла, что я вообще не умею делать макияж. Я говорю, я умею делать какие-то односложные, которые я привыкла делать из года в год. Какие-то элементарные. А вот так вот, чтобы именно сложные, какие-то интересные. Нет, на такое у меня и времени всегда хватает. И предложить стоит усилия определенные. Понять, что тебе именно подходит. И я, кстати, у нее запишусь после приезда на индивидуальный мастер-класс. Чтобы она подобрала подходящий именно мне цветовой палитру. Сам макияж и так далее. То есть, чтобы все тонкости. Вот сегодня я немножко учла то, что она мне говорила. Хотя я и знала, что нужно скульптурировать лицо. По каким линиям. Ну, какие-то моментики. И, кстати, я, знаете, еще что? Я многие продукты полюбила в Фаберлик заново. Потому что она говорит, что у нас есть такие продукты, которые в профессиональных линейках стоят. Ну, в том же самом Make Up For Ever стоят каких-то безнословных денег. Ну, в разы. То есть, там, в 10 раз иногда дороже. У нас есть очень классный корректор жемчужины. Который, например, можно смешивать. Я его тоже заказала. Который можно смешивать с тональным кремом. Он будет придавать эффект свечения. Его можно использовать в качестве хайлайтера. Для подсвечивания кожи. Его можно наносить на какие-то там участки тела себе. То есть, продукт вообще мировой. В уголке глаза. Для подсвечивания под бровями места. И так далее. То есть, реально такой универсально крутой продукт. Допустим, крема для тела. У вас будут они придавать мерцание. И так далее. Правда, у него расход. Ну, упаковочка маленькая. Так, перейдем к кистям. Вот эта вот кисточка. Девчонки, наверное, сделаем мы с вами так. Это у меня будет отдельное видео с обзорами на кисти. Потому что выйдет очень много по времени. Займет очень много времени. И я разобью на два видеоролика. А в следующих покажу вам уже по кубке. Вот кисточка для нанесения теней. Я почему-то всегда думала, что лучше наносить поролоновой кисточкой. Потому что она лучше набирает и лучше переносит цвет теней на веко. Но как же я была приятно удивлена, когда я вот эту кисточку наносила. И так было круто это делать. Во-первых, она мягкая. Вот все вот эти кисточки, они очень мягкие. Вот особенно для пудры. Это просто какое-то невероятное удовольствие. Ты просто испытываешь чуть ли не оргазм. Можете себе представить? То есть очень круто. Очень круто. Даже прикосновение одно. Даже то, что ты сделаешь себе макияж. То есть ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь себе макияж. Я никогда не думала. То есть ты не просто технически выполняешь какие-то действия, чтобы выглядеть более красивой. А ты наслаждаешься самим процессом. И все благодаря вот этим кистям. Вот этой вот особенно. Так, я скачу с одного на другое. Но кто меня давно смотрит, уже привык. Кстати, поблескивание на лбу. Это все камера. Она дает у меня такие пересветы. У меня не сильно лицо сейчас блестит, не жирнится. Я сверху покрывала пудрой, но не матирующей пудрой. А с эффектом подсвечивания. Я люблю такие пудры, люблю такие продукты. Но минус в том, что передаются блики. Очень сильные блики при просмотре видеоролика. Такое ощущение, как будто у меня лицо блестит таким жирным блеском. На самом деле, как такового его нету. Все припудрено. Просто я бесцветной пудрой с эффектом свечения наносила. Но, по крайней мере, припудрена. Да, кстати, пудру мне нужно заказать. Она говорит, у нас есть классная такая пудра. Это рассыпчатая пудра, бесцветная. Вот если вы не знаете, какую пудру под свой тон лица подобрать, то остановитесь на нее. Пудра, она нужна для того, чтобы не придать тон лицу, как я, например, раньше думала, а для того, чтобы просто закрепить макияж. И все. Поэтому достаточно, если вы сомневаетесь с оттенком пудры, самый универсальный оттенок, это будет бесцветная, рассыпчатая пудра. Она вам смотирует везде, где все нужно, закрепит макияж и так далее. Тени наносила я вот такой вот кисточкой. Раньше использовалась, как я вам уже говорила, пролоновыми и думала, что вот такими невозможно нанести. Потому что у меня до этого была кисточка для нанесения теней, и я с ней мучилась. Я думала, ну как вот визажисты профессиональными такими кистями наносят макияж. А нет, просто дело на самом деле в кисточке. Мое было удивление, что я вот с помощью этой кисточки нанесла достаточно сыпучие тени. Причем при всем при этом у меня ничего не осыпалось вниз лица. Она приятная. То есть у нее ворс такой мягкий-мягкий. Кисточки не особо лезут. Но это я смотрю, какие-то волоски выбиваются. К тому же нам Аня сказала, как правильно мыть кисти. То есть тот мастер-класс, который она провела, полностью оправдан своих денег. И мы в таком безумном восторге остались. Вот такая вот кисточка бочонком. Она для растушевки. Для растушевки ваших теней. Вот сегодня я ее не использовала. Ну так, чуть-чуть. Вот чуть-чуть окрасилась она в розовый цвет. Прям немножко так в уголках глаза. Где-то подкорректировать. Тушует. Она не то, что тушует. Даже как-то делает не такие резкие градиенты. Вот с этим она справляется. Единственное, у нее для растушевки длинноватая слишком. Вот это тоже многие отмечали. Длинноватая слишком она по размеру. То есть иногда тыкается в глаза. Но мне пока не тыкалось. То есть девчонки другие отмечали, что близко к зеркалу они делают свой макияж. И при нанесении у них кисточка упирается в это зеркало. То есть приходится зеркало дальше от лица держать. Потом для нанесения тоналки я использовала тонального средства. Вот такой вот кисточку тоже. К ней сначала было сложно приспособиться. Потому что я как-то видела, что девчонки наносили другие блогеры какими-то такими вот кругообразными движениями. А у меня не получалось. Потому что она не скользила как-то у меня. Ну не получалось у меня так. Либо надо было тогда тона больше набирать. А я вот именно такими вот втапливающими, вдавливающими движениями наносила. Тоналки мне потребовалось, кстати, больше, чем я обычно наношу. Может быть, за счет того, что кисточка новая, она в себя вбирает, как ни крути, продукта. Но, тем не менее, тон ложится намного круче, намного лучше. Забиваются все поры. Очень часто такое было, когда я, допустим, нанесла пальцем тоналку, а потом при приближении к зеркалу увидела, что поры у меня тоналка не заполнены. И видно тон и глубину вот этой вот самой поры. А эта кисточка позволяет вбивать тональное средство. И у вас крем намного тонально ложится, намного равномернее. Тоже осталось в диком восторге. Причем не хочу руками трогать. Причем настолько мягкий ворс, настолько набитая, хорошо набитая кисточка и очень мягкий ворс. И она прям вот очень равномерно распределяет сам тон по всему лицу. И его, что самое главное, не видно. Вроде бы кажется, что-то продукта использовал больше самого. То есть мне приходилось три раза выдавливать сюда тональное средство. То есть я сначала предварительно выдавливала его сюда и потом уже набирала кисточкой. По действиям тепла у меня растворялся тональный крем и он становился мягче, пластичнее. И потом я вот такими движениями, немножко смазывающими, точными движениями наносила. Немножко распределяла. Причем вот здесь вот очень классно эта кисточка распределяется руками. Ты так и не распределишь. Ну, не знаю, девчонки, я ни разу не пользовалась для нанесения тона профессиональными кистями. И я в диком восторге пребываю. Просто вот, не знаю, такой девичий восторг у меня. Такой ваааа виск. Я сегодня получала огромнейшее удовольствие, когда наносила себе макияж. С помощью этой кисти, как вы поняли, тональный крем ложится намного ровнее. Потом я использовала вот эту кисточку для создания и скульптурирования. То есть я ей же наносила скулы. Вот здесь вот. Разносила скульптурирующие средства. Немножко по бокам. Вот, и с помощью этой же кисточки можно наносить, и она, в принципе, предназначена для румяшек. Но у меня кремовые сегодня румяны нанесены из бьюти-бокса от Марии Вей. Кстати, камера очень много съедает макияжа. То есть он становится немного другим. Вот мне сейчас кажется, как будто бы лицо более плоское. Сейчас мы с вами создадим... Мне это не нравится. Вот, мне кажется, так это же получше смотрится. Хотя вроде бы чуть-чуть продукта нанесла. А лицо кажется не такой маской, более живым. Потому что и немного, и чаще всего камера искажает. Вот я накрашена и смотрю себя в зеркало, я выгляжу по-другому, чем на камере. И сейчас мы еще скулки с вами сделаем. Прям с вами продукт попробуем в деле. Товар, скажем так, лицом покажем с вами. И камера, она съедает цвета. Поэтому макияжи стоит делать более интенсивные. Видите, ее можно использовать как для скульптурирования, тоже мягчайшая просто кисточка, так и для нанесения румяшек. И вот я сейчас смотрю, думаю, что лучше всего исправить положение вот этого вот моего светящегося лба, пудры вот этой рассыпчатой. То есть я вообще сейчас нанесла вот эту вот пудру. Не знаю, если она сейчас компания Faberlic, тоже рассыпчатая была, 62-62, но она с подсвечивающим эффектом, то есть она с перламутром. И, скорее всего, мне вот здесь вот нужно наносить обычную пудру, бесцветную, я закажу пудру. А на все остальные участки тела, где я хочу, чтобы они у меня светились, это нужно будет вот такое вот блестящее наносить. И последняя у нас кисточка. Это большая, такая кабуки, специально для нанесения пудры. Пудры у меня не было сегодня. Ничего я ей этой кисточкой сегодня не делала. Но это просто какое-то волшебство. Вам говорят, нереальный кайф. Даже можно просто водить этой кисточкой по телу и наслаждаться. Настолько она крутая. Девчонки, можете заказать эти просто потрясающего качества товары по какой-то катастрофической низкой цене, начиная от 100 рублей, если вы оформите скидку, и заканчивая там 200 рублей. Но даже визажисты отмечают, что неоправданно дешево они стоят в сравнении со своим качеством. Поэтому всем вам, вот прямо от души, девчонки, рекомендую. Я с вами прощаюсь. Сейчас плывут видеоролики. Это видеоролики будут с моего второго канала, который не связан у меня с компанией Фаберлик. Вот я приезжаю к родителям, я здесь снимаю видеоролики, какие-то влоговые такие, покупки, которые тоже не связаны у меня с Фаберлик. И много всего остального вам. Полталки на различные психологические темы. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Хорошего настроения. Всем пока-пока.